Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы разберем случай гигантской кандиломы или большой кандиломы, она еще называется кандилома Бушки-Лиенталя. К нам обратился пациент с жалобами на высыпания в паховой области. Они были довольно обширны, они были с изъязвлениями, вы можете видеть их на картинке. Соответственно, начало этого процесса было уже порядка 10 лет назад, когда у него начали появляться отдельные остроконечные кандиломы в области основания члена. Примерно спустя месяц-полтора после случайного контакта в презервативе он обратился в КВД по месту жительства, ему было рекомендовано самостоятельное удаление подобных кандилом. Естественно, что какие-то анализы не были взяты, рекомендовано домашнее использование различных растворов для удаления, соответственно, он, в общем-то, пытался сам удалять безуспешно и после этого забросил это дело. И вот примерно 7-8 месяцев назад начался достаточно бурный рост, этому, в принципе, ничего не предшествовало, никаких необычных половых контактов, да, который вот вылился в такую достаточно большую эрозивную гигантскую кандиломатозное разрастание в ушке элементаря, да, или гигантскую кандилому в ушке элементаря. Мы видим с вами по центру данного образования из краев изъязвление, мокнуте и так далее. Что должно в первую очередь навести на мысль об онкологии? Ну, вообще, сама кандилома изначально является подобных размеров онкологическим заболеванием, да, т.е. как бы она является злокачественным заболеванием, или, по крайней мере, так рассматривается, имеет довольно, скажем так, агрессивный рост. При подобных кандиломах что нужно делать? Ну, первое, исключить ВИЧ-инфекцию, потому что часто подобные астраконечные кандиломы развиваются у ВИЧ-инфицированных людей, да, мы это сделали, и, соответственно, ВИЧ-сифилис, гепатиты у данного мужчины были отрицательны. Второе, необходимо что сделать? Нужно взять анализ наберу стопиломы человека, как с поверхности этой кандиломы, так и с внутриканала. Были обнаружены восемнадцатый и шестой тип высокой концентрации. Соответственно, также сначала мы взяли онкоцитологию. Концитологию мы взяли с разных частей данной астраконечной кандиломы, да, гигантского массива, как с периферических, так и с центральных мокнущих частей, однако атипичных клеток не было выявлено. После этого мы взяли гистологическое исследование из двух участков с центра и с края. Также не было подтверждено никаких онкологических конкретных переходов именно в плоскоклеточный рак. То есть были обычные разрастания, идентичные астраконечным кандиломам. В дальнейшем мы провели несколько сеансов наружной терапии фотодинамическим лазером, что позволило подсушить и уменьшить кандилому. Также, соответственно, были проведены непосредственно сеансы инъекций интерферонов под данное новообразование, в результате чего кондилома значительно уменьшилась, края ее и центр подсохли непосредственно. Конечно, такие большие образования не рекомендуется удалять амбулаторно, поэтому пациент был направлен в стационар для удаления с последующей пластикой кожными лоскутами подобного новообразования. Особенно при таком агрессивном и быстром росте не нужно терять время, необходимо обращаться к врачам, потому что такое новообразование достаточно часто переходит в плоскоклеточный рак со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому это, по сути дела, рассматривается как слокачественная опухоль. Поэтому даже при начальном росте, вот этот пациент довольно долго тянул, да, даже если вы увидели, что подобные новообразования увеличились в полтора-два раза, это уже повод для срочного обращения. Несмотря на то, что, конечно, и вообще носить на своих половых органах остроконечный кандилом – это плохо, вы являетесь заразным в любом случае, и, соответственно, и в этом случае не нужно тянуть с обращением к грамотным специалистам с соответствующим обследованием, а после этого только лечением. При необходимости диагностики и лечения различительного образования в области половых органов, вы можете обратиться к урологам и венерологам нашего медицинского центра Платы КВД в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Продолжение следует...